В сети магазинов у Золотой Горы весенняя перезагрузка, скидки до 60%, розыгрыш золотой подвески с бриллиантом и других ценных призов. Дарите любимым незабываемое! ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича 21, вход со двора. В учебном классе школа номер 3 сегодня особенно тихо. Здесь проходит единый государственный экзамен. Правда, за партами сидят не школьники, а их родители, которые решили проверить на себе, что значит сдавать ЕГЭ. До начала работы с бланками ЕГЭ проверьте комплектацию выданных информационных материалов. В индивидуальном комплекте находится бланк регистрации, бланк ответов номер один. Предметом для эксперимента выбран русский язык. Процедура проведения этого экзамена ничем не отличается от обычного процесса сдачи ЕГЭ. Родители, так же как и школьники, на входе сдают личные вещи, сотовые телефоны. Сначала всех просят заполнить регистрационные бланки. Кому-то даже требуется помощь. После технической части начинается сам экзамен. Эксперимент под названием ЕГЭ для родителей проходит в Первоуральске уже пятый год. По словам организаторов, мероприятие, хоть и не всегда пользуется большим спросом, очень важно как для мам и пап, так и для их детей. Неуспешность экзамена ребенка не всегда говорит о том, что ребенок не подготовлен. Какие-то пробелы в знаниях нет. Психологическая установка ребенка – это немаловажно. И поэтому родитель в семье, если ребенок чувствует эту родительскую поддержку, то я думаю, что успешность экзамена плюс его знания и психологическая подготовка – это будет отличная помощь родителя. Всего на экзамен отводится 40 минут вместо обычных 4 часов. Сегодня участники пишут укороченную версию ЕГЭ по русскому. Родители выполняют тестовые задания, работают с текстом и пробуют свои силы в написании сочинения. Затем сдают бланки на проверку экзаменационной комиссии. Выходя из класса, делятся впечатлениями. Интересно было написать сочинение. Очень был интересный текст, по которому писали сочинение. В принципе, я не увидела каких-то сложностей. Кроме организационных, мне кажется, когда ребенок будет волноваться, ему, наверное, будет тяжело сообразить, что ему говорят в плане организационном. И как правильно записывать, какими буквами, чтобы не допустить ошибки. Оценки за экзамен все участники узнают уже спустя несколько часов. Все, кто хотел, но по какой-то причине не поучаствовал в акции, могут посмотреть типовые задания для ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений. Кристина Сипьева и Сергей Шемет, Интеро ТВ.